А теперь к другим событиям недели. В Казахстане примут новый этический кодекс судей. Документ позволит утвердить высокие стандарты поведения служителей Фемиды и укрепить доверие общества к судебной системе. Это слова президента на девятом съезде судей. Не секрет, факты нарушения судейской этики имеют место быть. Разумеется, это подрывает авторитет судебной власти. Судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной, ведь прочной опорой государства служат справедливые арбитры, заявил президент. Другое поручение президента эффективнее защищать права физических лиц и предпринимателей. Это как раз прямая функция нового судебного органа, службы административной юстиции. Первые результаты судебных реформ, больше половины судебных дел решаются в пользу граждан и бизнеса. А если глобально, показательно прямую влияет на улучшение инвест-климата в стране. Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Но и поддержано предложение Верховного суда вернуть присвоение квалификационных классов судьям. Нужно, чтобы процесс оценки уровня профессионализма судей был максимально объективным. Отдельно Касым Жмар-Тукаев остановился на судах присяжных. Они сейчас набирают популярность. К слову, все списки заседателей формируют онлайн. Тем самым исключены коррупционные риски. А сами заседания при согласии участников процесса могут транслироваться онлайн. Опыт уже есть. Последний нашумевший процесс в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева освещался на глазах у миллионов людей. Там, где все прозрачно, будет и доверие. По сути, это и есть главный результат цифровизации судебной отрасли. Если стороны на процессе не против проведения открытого судебного заседания в целом, любой гражданин, проходящий мимо суда, может зайти в любой желаемый его суд и сказать, я хотел бы просто-напросто проучаствовать на этом процессе. У нас суды все открыты. Но есть определенные ограничения по делам. Это касаемо несовершеннолетних, другие секретные дела, которые в закрытом режиме рассматриваются.